Еще раз про жилье в Турции. В очередной раз Airbnb помогает нам найти место, где остановиться. Мы в Тухия приехали. Вот это комнатка, которую мы сняли. Дом, в котором живет чувак-турак. И вот мы у него снимаем комнату. Такая вот гостиная тут у него. И, в общем-то, общая такая ванная. Ну, как бы нормально, все окей. Такой холостяцкий какой-то домик. Ножечко у него тут так. Бардак вокруг. Вот, история какая, что... Ну, я привык, в принципе, путешествую в основном по Азии, что за, ну, примерно 10 долларов в сутки можно всегда найти какую-нибудь комнатку простую, там, типа, в ночлежке или какой-то хостел. Ну, в общем, что-то такое бюджетное. В Турции нереально. То есть, в принципе, этот сегмент бюджетного жилья, его, в принципе, нет. То есть, вот эту комнату мы снимаем за 23 доллара. Ну, там еще со сборами, может быть, 25 где-то примерно за сутки. То есть, это даже не комната в отеле. Ну, как бы, да, тут классно, есть сад, там, кухня, на которой мы можем готовить. Ну, вот, тем не менее, комната в квартире маленькая за 25 долларов. Это такая реальность. И без Airbnb я вообще не знаю, как бы мы искали жилье. Мы взяли, конечно, палатку на всякий случай, если нас совсем где-то там припрет ночевать. Но с техникой, с дронами, ноутбуками и так далее не очень удобно в палатке, потому что, во-первых, залежаться невозможно, во-вторых, ну, так не очень безопасно это все оставлять. Приходится все таскать с собой.